Доброе утро, дорогие друзья! Очень рада вас видеть в это прекрасное осеннее утро на телеканале ТДК-42. Доброе утро! А вместе с вами Айгуль Тружбаева и Аселя Рахметова. Каждый день – это важный и благоприятный день в вашей жизни, поэтому нужно встречать его позитивно. Сегодняшнее доброе утро расскажет вам о самом важном, нужном и интересном. Сегодня мы расскажем, как приготовить итальянское блюдо, а также поговорим про баклажаны и расскажем несколько фактов о телефонах. Не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно. А на календаре Айгуль и, дорогие телезрители, 14 сентября – среда. Среда – это день равновесия, когда земные и небесные силы приходят согласованием. А это значит, что труды физические и духовные будут развиваться хорошо. Да, Сель, а вот в плане физического труда не помешало бы нам и дорогим телезрителям заняться гимнастикой, либо зарядкой, которая, в свою очередь, покажет нам Евгений. Приятного просмотра! Всем доброе утро! Присоединяйтесь к нам в танцевальная разминка. Присоединяйтесь к нам в танцевальной разминке. Присоединяйтесь к нам в танцевальной разминке. Всем пока-пока! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Начиная осеть с 12 по 14 сентября отмечается мусульманский праздник Курбан-Байрам Пользуясь случаем, Айгуль, могу сказать тебе о том, что в этот праздник принято приглашать гостей и помогать нуждающим людям Внимание на экран! Миллионы мусульман по всему миру отмечает один из самых главных праздников в религии Курбан-Байрам Он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-Байрам Десятый день последнего месяца исламского года Зуль-Хиджа Память жертвоприношения пророка Ибрахима Праздник символизирует окончание хаджа и приношение в жертву животного В общей сложности Курбан-Байрам празднует три дня Этот праздник, праздник жертвоприношения, не заключается только в переношении жертвоприношения Этот праздник, то что мы, каждый своих родителей, каждый человек, каждый человек своих детей должен поздравлять и от возобновления наших традиций, традиций, которые оставили наши предки Мы вот каждый год здесь проводим спортивные состязания, что патриотический дух воспитать наших детей То, что это будущее нашего Казахстана От всей души поздравляем всех мусульман с этим светлым праздником и пожелаем всем благополучия, здоровья, достатка в семьях Все дети начинают разговаривать в разное время И успех в произношении происходит у тех детишек, которые занимаются с родителями, а также занимаются в различные специальные игросель А вот сегодняшний наш сюжет «Айгуль» подобрал для наших родителей, дорогих телезрителей пять игр, которые помогут скорейшему разработке речевого аппарата у вашего ребенка Внимание на экран! Для начала хотим дать несколько рекомендаций Играйте с ребенком только в те игры, которые действительно интересны вам и которые нравятся малышу Если по какой-то причине малыш отказывается принимать участие в игре, откажитесь от нее и найдите замену В раннем возрасте малышам сложно долго фокусировать свое внимание на конкретном занятии или процессе Сначала играйте буквально несколько минут, затем увеличивайте время до 10-25 минут Старайтесь, чтобы ребенок слышал чистую литературную речь Полезно также включать аудиосказки, стишки и детские песни Читайте ребенка с самого рождения, так вы сумеете привить любовь к книгам Старайтесь делать общение с малышом более эмоциональным, меняйте интонацию Задавайте малышу вопросы и давайте мелкие поручения Подать предмет, отнести на место и так далее А теперь перейдем непосредственно к самим играм Игра номер один Что нарисовано на картинке Выберите несколько книг с крупными и яркими иллюстрациями, которые хорошо знакомы малышу Рассматривая вместе картинку, сначала опишите ее полностью сами А потом спросите у малыша, что где изображено, кто что делает и так далее Игра номер два Игра шнуровка портной Вам потребуется картон, дырокол и разноцветные шнурки Проделайте дыроколом несколько отверстий в картоне и покажите малышу, как протаскивать через отверстие шнурок Начать можно с одной-двух дырочек, а потом усложнить до контура несложного рисунка Игра номер три Зарядка для язычка Сядьте напротив ребенка и, произнося соответствующие слова, выполняйте описанные действия Малыш сначала смотрит, затем пытается повторить Погулять язык собрался Он умылся, причесался, на прохожих оглянулся Вправо-влево повернулся Внизу пол, наверх полез Раз и в ротике исчез Игра номер четыре Угадай, кто к нам пришел Мама показывает игрушку или картинку, например, корову И предлагает вспомнить, как она мычит Ребенок произносит «му» Так же и с другими картинками Как гудит машина, как стучит барабан, как пищат мышата и так далее Игра номер пять Разноцветный сундучок Берем обычную коробку и обклеиваем ее разноцветной бумагой Внутри нужно положить карточки с названием разных предметов И знакомые ребенку фигуры, например, из сортера Поочередно достаем из сундука предметы и характеризуем их Многие не знают, Асель, что баклажаны богаты минералами и витаминами, несмотря на их горький вкус А также из них можно приготовить множество вкусных, замечательных блюд Ну а более подробнее смотрите в следующем сюжете о баклажанах По своим полезным свойствам баклажаны не уступают не только посленовым, но и множеству других овощей Имея в то же время довольно короткий список противопоказаний Сегодня баклажаны доступны круглый год, но лучшее их время в сезон с июля, август и по октябрь Баклажаны относятся к семейству посленовых, в которые входят также томаты, сладкий перец и картофель Они растут, как и помидоры, свисая с ветвей гроздями Имеют приятный горьковатый вкус и губчатую структуру Чем полезны баклажаны? Множеством витаминов и минералов Но особенно группой фитонутриентов, включающих фенольные соединения Собственно, насунин есть главная визитная карточка баклажанов Насунин является мощным антиоксидантом, защищающим мембраны клеток от повреждений В исследованиях на животных обнаружено, что насунин защищает липиды, жиры в мембранах клеток, мозга от разрушительного воздействия свободных радикалов Баклажаны обладают антираковым, антимутагенным свойством Самая высокая благотворная для человека концентрация фенола содержится в черных баклажанах, популярных и на нашем рынке В дополнение к своему питательному потенциалу, их высокое содержание придает баклажанам тот самый горьковатый вкус и коричневый пигмент Баклажан относится к числу продуктов, понижающих холестерин Высокую эффективность показал баклажаны высок, не только понижающий уровень липотротеинов в низкой плотности, но и расслабляющий сосуды, что значительно улучшает кровоток Эти эффекты связаны как с унином, так и с фитонутриентами баклажанов Баклажаны – продукт, снижающий холестерин Баклажаны принадлежат к той небольшой группе овощей, которая содержит оксалаты Известно, что когда в жидкостях организма слишком много оксалатов, они могут кристаллизироваться и вызвать проблему со здоровьем По этому причине люди с уже существующими проблемами в почках и в желчном пузыре не должны потреблять баклажаны Лабораторные исследования показали также, что оксалаты могут мешать усвоению кальция Вместе с тем способность оксалатов снижать кальций невелика Если у вас здоровая пищеварительная система, вы можете быть спокойны На этот счет получает баклажан только преимущество Ну а сейчас, дорогие телезрители, наши детки-конфетки развеселят вас и отвлекут от домашних хлопот И подарят минутку счастья Ну осень, чтобы хорошая была осень Или гроза пойдет И осенью будет лето, и весна, и зима Если зима наступит, когда холодильник надо А если так еще холоднее, когда-то не можно на машине поехать даже Осень, когда очень холодно Когда все одеваешь, например, кепку, например Осень, это когда листочки падают Осень становится на деревне желтая Одеваем сапки, кутки и повозки Бегаем по вузам Осень, шнег тает И лишь ты по красным Левина шишливает Осень А на желтые листочки И травки нет Солнце светит ялка Сейчас каждый из нас не смыслит жизни без телефона Да, и каждый, кто остается на час без его внимания Ощущает некий дискомфорт И даже возникает телефонофобия А мы, дорогие телезрители, подобрали вам несколько ярких фактов о телефонах Внимание на экран Мобильный телефон – это устройство, которое появляется сегодня у человека с самого раннего детства Другими словами, гаджет стал для нас настоящей необходимостью Мы хотим вас познакомить с несколькими интересными фактами Которые будут связаны как раз-таки с такими устройствами Какая же самая продаваемая марка телефона была в то время? Нет, эта марка не Apple тогда, а Apple и мысли ни у кого не возникало Вы, наверное, удивитесь, но это был телефон Nokia 1100 Впервые он оказался на прилавках магазинов электронной техники в 2003 году Его приобрели примерно 250 миллионов человек Цена была невысокая, устройство было компактным и функциональным на тот момент Впервые люди могли познакомиться с телефоном, у которого было две сим-карты В тот момент, когда вышел Samsung DOOS Тогда деловые люди были этому очень рады, ведь теперь не нужно было постоянно носить с собой два мобильных устройства Только в 1993 году появились смартфоны, но при современном мерке их трудно назвать смартфонами Ведь ничего особенного, кроме как календаря, адресных книги, возможности читать электронную почту И ряда других примитивных функций в таких смартфонах не было Зато был большой экран, цена на них начиналась от 899 долларов И тогда люди готовы были платить деньги за такой примитив С появлением мобильных устройств есть плюсы, так и минусы Как только появились телефоны, появились и новые болезни Есть такое заболевание, как телефонафобия Люди, болеющие, боятся отвечать на звонки или же звонить Заболевание заключается в том, что когда пользователь слышит мелодию, которая установлена у него в телефоне Он думает, что именно ему звонят, хотя мелодия может звучать откуда угодно Болезнь-номофобия – это страх оказаться в том месте, где нет связи А еще хуже остаться без мобильного устройства А есть еще люди, которые жутко боятся мобильных устройств, опасаясь заболеть ужасными болезнями Существует еще один факт, то что iPhone 4 Diamond Rose – это самый дорогой смартфон во всем мире В нем нет никаких отличий по функциям от обычного iPhone 4 Все дело в том, что он покрыт бриллиантами и золотом Ручная работа мистера Стюарта Хьюза Цена смартфона составляет 8 миллионов долларов Для того, чтобы цвет волос стал намного ярче, а волосы засияли в новом цвете Необходимо хоть раз в месяц делать покраску волос А я знаю, где нам могут с тобой помочь Это Центр эстетики омоложения Мерлил Внимание на экран! Еще в древние времена девушки стремились изменить цвет своих волос Используя различные народные рецепты Сегодня индустрия красоты предлагает широкий ассортимент средств На полках магазинов и салонах красоты стоит множество красок Всевозможные тонизирующие бальзамы и шампуни, а также оттеночные муссы Окрашивание волос – процедура, пользующая большой популярностью среди представительниц слабого пола С помощью которой можно легко преобразить свой внешний вид, поднять настроение и самооценку Для окрашивания рекомендуется использовать профессиональные краски, продающиеся в специализированных магазинах или парикмахерских В подобных средствах снижена доля аммиака и увеличено количество ухаживающих и пигментирующих компонентов Самым простым и надежным способом изменить цвет волос считается визит в косметический салон к колористу Особенно это касается сложного окрашивания Благодаря опытному мастеру ваши волосы приобретут ровный и желаемый цвет Непосредственно перед самой процедурой необходимо проверить кожу на аллергическую реакцию Достаточно распространенной является ситуация, когда даже после тщательного подбора краски Получившийся в итоге цвет не оправдывает ожиданий Чтобы обезопасить себя от подобных неурядиц, проведите тест Для этого разведите в фарфоровой чашке немного краски, чтобы хватило для окраски одной пряди Приходите в центр эстетики омоложения Мерлил и мы преобразим ваш внешний вид Поднимем настроение и вы будете неотразимы Мы находимся по адресу ТРК Сити Центр, 1 этаж или звоните по телефону 30 10 10 Дорогие телезрители, мы напоминаем вам о том, что все сюжеты передачи Доброе утро Вы сможете посмотреть на сайте телеканала ТДК 42 А команда редакции передачи Доброе утро пожелает вам всего самого наилучшего Ждем вас каждое утро на телеканале ТДК 42 Овен Овны станут мастерами дипломатии и смогут разрешить любые конфликты всего лишь парой мягких фраз Не разбрасывайтесь критикой, подключайте свое обаяние и умение говорить людям приятное И тогда вам будет значительно легче осуществить свои планы Телец Тельцы в этот день будут весьма приятны и обходительны в общении, особенно с представителями противоположного пола Если вы ставите перед собой конкретную цель от общения с кем-либо, то не стоит медлить Используйте все свое обаяние прямо сейчас для того, чтобы добиться желаемого результата Ваше остроумие, обаяние и интеллект покорят любого вашего собеседника Близнецы Близнецы смогут добиться успеха в любом своем замысле, но им не следует действовать в одиночку Все самые грандиозные планы и проекты можно будет осуществить только в сотрудничестве с единомышленником или партнером Вы сможете завоевать симпатии полезных людей для того, чтобы в будущем воспользоваться их помощью Рак Раки ощутят, как много для них значат теплые и доверительные дружеские отношения Ваша связь с родственниками и домочадцами станет намного крепче, нежели раньше Сейчас удачное время не только для того, чтобы окружить своих близких людей теплом и заботой Лев Многие инициативы и важные начинания Львов в этот день смогут увенчаться успехом А покупки, совершенные в этот день, послужат вам верой и правдой не один год В отношениях вы предпочтете постоянство и надежность к кратковременным связям И вскоре поймете, что сделали правильный выбор Для всех дел, которые касаются финансов, работы и бизнеса, выбирайте светлое время суток Это гарантирует вам успех Дева Девы смогут наслаждаться уютом и комфортом собственного дома Не желая покидать родные стены по пустяковым поводам Впрочем, вы можете провести время с пользой Например, заняться обустройством своего гнездышка Которое доставит вам массу приятных эмоций Весы Весам в этот день будут удаваться все дела, связанные с общением и коммуникациями Люди проникнутся к вам симпатии А потом с удовольствием выполнят любую вашу просьбу В этот день имеется шанс возродить старые родственные связи Которые прервались не по вашей вине Не стесняйтесь себя побаловать, например, купить ту вещь, о которой давно мечтали Скорпион Скорпионом все будет удаваться без особых усилий с их стороны Так как расположение звезд явно указывает на то, что фортуна повернется к ним лицом Несмотря на соблазн немного поторопить события ради того, чтобы добиться желаемого результата Лучше немного подождать, а затем пожинать плоды мудрого поведения Особенно успешными будут любые начинания, связанные с расширением кругозора и общением Стрелец Стрельцы в этот день обретут множество единомышленников и помощников Желающих посодействовать им в достижении главной цели Несмотря на их дружеское расположение и участие, не злоупотребляйте чужой помощью И старайтесь прибегать к услугам посторонних как можно реже, иначе вас может постигнуть разочарование Козерог Козерогам лучше не взваливать на свои плечи ответственность за долговременные проекты и масштабные задачи Ваш конек – это небольшие дела, которые можно решить легко и быстро, не прибегая к сложным планам Огромное удовольствие вам доставит общение с друзьями и единомышленниками Водолей Водолей в этот день совсем не настроены на то, чтобы сосредоточиться на мыслях о работе Все их стремление и желание устремлены на веселый отдых и бурные развлечения Если же ваша основная деятельность связана с выступлениями перед публикой или с организацией развлечений То в этот день наступит ваш звездный час Избегайте чрезмерных физических нагрузок и сильных эмоциональных потрясений Рыбы В этот день рыбы способны с любовью и вниманием отнестись к любой, даже самой неприятной, нудной или ответственной работе Впрочем, такое настроение посетит вас лишь до полудня А ближе ко второй половине дня вам захочется послать все к черту и отправиться отдыхать Выполнив все обязанности, не отказывайте себе в небольшом поощрении И отдохните на всю катушку, прихватив с собой приятеля или коллегу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!